Привет, любители анимации! Welcome to Изя подкаст, и сегодня мы постараемся ответить на вопрос, действительно ли анимация в целом стала хуже, и какие на этом могут быть причины. Предыстория. Я недавно поймала себя на мысли, что все последние новинки мира анимации меня совсем не впечатлили, что все эти мульты меня очень разочаровали. Да и в целом, я не могу сказать, что в последнее время, несмотря на все технологические прорывы, мы получили доступ к морю качественного контента. Наоборот, все как будто стало только хуже, хуже, хуже. Почему же так произошло? Я вижу тут три причины, и хочу, чтобы мы с вами вместе порассуждали на эту тему и поделились своими впечатлениями. И пусть вас не отвлекает моя убогая, кривая, жидкая подводка, которую я наношу второй раз в жизни. Погнали! Первая причина, которую я вижу, это цензура. Обычно люди говорят, ну вот раньше было плохо, раньше не было там свободы слова мифической. Я никогда нет, не было и не будет, кстати. И вот все было так плохо, а вот сейчас общество стало более прогрессивным, accepting. И есть где душе разгуляться. Не, нифига. Сейчас, да, что-то действительно стало лучше, но какие-то вещи, наоборот, попали, как ни странно, под запрет. Взять, к примеру, тему курения. Я, скромная девочка-отличница, никогда не понимала, что в этом такого плохого. Почему это обязательно надо так пропихивать тебе в лицо, типа, «На, тут будет сцена курения, или тут не будет сцена курения!» Что плохого в том, что люди увидят на экране, как кто-то курит. Учитывая, что люди свободно курят на улице, каждый третий стример вейпит, и это как бы не является секретом уровня теории всемирного заговора. Помните, как в «Русалочке»? Вот эта вот трубка для курения была одним из главных предметных атрибутов человеческого мира. И это казалось таким, ну, невинным розыгрышем. Сейчас вы бы такого уже не увидели. Вот эта вот скандальная ситуация с «Ну, погоди!» и «Волком...» Почему это все плохо? Ну, потому что это ограничивает свободу творчества. И таких ограничений, на самом деле, гораздо больше. Ты хочешь создать годную историю, но тебе постоянно приходится мириться с этими всеми ограничениями. Что, я считаю, не всегда правильно. Или взять, к примеру, старых диснеевских злодеев. Сыдья Клод Фролла. Его песня «Hellfire». Она про похоть. Как Фролла поет, что ему нравится Эсмеральда. Он хочет ее видеть, но при этом он отрицает эти чувства, борется с ними. Потом признает, что все-таки это порог человеческой натуры. И параллельно он еще священник и понимает, как это все неправильно. Но что он хочет идти до конца. Вы можете представить похожую драму на экране в современных реалиях? Что Дисней 2.0 сделает что-то похожее. Ну, конечно, нет. Или Джафар, который в конце буквально хотел сделать из Жасмин рабыню. Или Аид, который использовал Мегару, вернее, ее тело, в качестве инструмента переговоров для своих схем. При этом сама Мэг не могла отказать Аиду, ведь она продала ему свою душу, а ее бывший парень ее предал. И вот такое вы бы увидели у Дисней 2.0. Вторая вещь — это «Wokeness». То есть ситуации, когда политическая ситуация проникает в сферу искусства. И меняет ее изнутри. И диктует какие-то свои правила. Мне не хочется углубляться в эту тему, потому что, как-никак, политика есть политика. Ну, вот парочку нейтральных примеров. Та же «Русалочка». Оригинальный мультфильм заканчивается чем? Грандиозной свадьбой и объединением народов. Чем заканчивается лайф-экшн «Русалочка»? Хоть это и не анимация, но все же. Свадьбы никакой нет. И, в принципе, в современных сказках мы видим не так уж и много любовных линий. Теперь это тоже как будто бы попало под запрет. Да, раньше тоже они не всегда были. Но в чем отличие? Теперь режиссеры об этом говорят напрямую. То есть в своих интервью актеры и создатели повторяют вот эти вот фразы. Что мы отталкиваемся от новых современных течений. Не потому, что они хотят сделать хороший фильм, сделать его лучше. Они отталкиваются от общественных веяний. И они честно это подтверждают. И вот эти вот новые гендерные роли — это лишь верхушка айсберга, который уходит все ниже, вот в эти вот новые скандалы с наниманием персонала, урезанием сроков и прессинга со стороны маркетологов. Когда на тебя наваливается все это, сложно уже думать о качестве самого продукта. И это у окна с запада. А что же в России? Сейчас мне кажется, что когда в России создается сказка, тема всегда одна, и герои всегда одни. И это просто уже даже не смешно. Алеша Попович и Тугарин Змей — это шедевр, легендарное кино. Все остальное после него... Мне кажется, сейчас каждый мультфильм или лайв-экшн-сказка в России про богатырей, про бабу-югу, про лешего Кикимору, Василису Прекрасну, Ивана Саревича и т.д. и т.п. Иногда это работает, как в случае с «Последним богатырем», но иногда это просто уже кажется тысячной альтернативной вселенной про бабу-югу, как будто бы больше показать нечего. Как насчет того, чтобы отойти от каких-то славянских традиций и фольклора и создать что-то оригинальное, и не пытаться запихнуть в каждую сказку славянский дух? Ну и причина номер три. Разделение мультипликации на детскую и взрослую. Угадайте, сколько мне лет? Двадцать шесть лет! Что значит, что я выросла в нулевых, и тогда было прекрасное время в плане доступа к анимации. Когда ты просыпаешься и в девять утра по РЕН-ТВ Симпсоны, потом смотришь счастливо вместе по ТНТ, потом там идут Nickelodeon мультфильмы, потом днем начинаются мультфильмы на СТС, когда по первому каналу еще показывали по утрам мультфильмы, и каждые выходные обязательно была какая-то полнометражка. Сейчас этого всего уже нет. Но какие же это были легендарные мульты? Эти сериалы, они были просто божественны. Они были нейтральные, то есть для семейного просмотра. То есть каждый член семьи, вне зависимости от своего возраста, мог получить от просмотра удовольствие и подчеркнуть для себя что-то полезное или интересное. Были истории, конечно, более, не хочется говорить, детские, ну, простенькие. Были и мульты более жесткие, то есть, я бы сказала, для более взрослой аудитории. Не то, что их не могли посмотреть дети, просто, например, при просмотре того же шоу Рена и Стимпе у меня были такие смешанные чувства, но смотреть его все равно можно было. Мульты эти были очень качественные, анимация в них была качественная, саундтрек, эпичные приключения. Фах, просто слов не хватает, чтобы описать, насколько офигенными они были. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 алкоголь и прочие-прочие аспекты взрослой жизни теперь здесь не работают. И режиссёры тут отрываются конкретно. Но я считаю это неправильно, когда мы имели что-то общее, да, конвергенцию детского и взрослого. А сейчас мы это разделили, и получается, что и детская фигня, и взрослая тоже не всегда удачна. Как насчёт того, чтобы снова это всё соединить? Вердикт. Вы можете подумать, что всё плохо, что всё пропало. Нет-нет, на самом деле я так не считаю. Всё равно появляются хорошие картины, хорошие сериалы и полнометражки. Они всё равно есть и будут. Не стоит обобщать всех творцов. Это неправильно. Но, в принципе, меня эти современные тенденции не то, что не радуют, а даже пугают. Спасибо за просмотр. До новых встреч!